Продолжение следует... 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 И сейчас я еще откомментирую по этому поводу, что за ячейки. Во-первых, мы озвучивали, что в штаб должны обращаться руководители ячеек, в составе которых суммарно находятся 5 человек. Четверо представителей этих ячеек должны подтвердить, что именно этот руководитель уполномочен общаться со штабом демократического выбора Казахстана. Именно 5 человек. Ячейки, состоящие из 4, 3, 2 человек или 1, они не должны выходить на штаб. Потому что штаб работает сейчас именно конкретно по сформированным ячейкам. Я скажу очень просто свою позицию, что да, наверное, непросто людей привлекать в ячейку, есть риски, люди боятся, это все так. Но мы говорим, что руководители ячеек и вообще сами ячейки – это будущие лидеры нашей страны. И они должны обладать знаниями программ демократического выбора Казахстана, владеть определенными организаторскими навыками. Если они даже их не имеют, то эти навыки можно сформировать и развить. В этой связи в штаб демократического выбора Казахстана должны обращаться только те ячейки, которые действительно сформировали ячейку из 5 человек. Если вы не можете сформировать ячейку из 5 человек, то тогда вам предстоит еще поработать над этим. Вам надо изучить программы демократического выбора Казахстана, пройти определенные курсы обучения, которые будет проводить в ячейке тот или иной наш представитель, выступать с объяснениями программ и рассказывать, каким образом нужно вовлечь наших сторонников в ту или иную ячейку. И вот тогда, когда у вас будет ячейки 5 человек, тогда вы можете работать напрямую со штабом. Я знаю, что идут обращения, что у нас ячейки 3 человека, 2 человека, мы не можем никого привлечь, но, друзья, 5 человек ячейки это немного. Если вы не можете привлечь ячейку своих друзей и сторонников, то вы не сможете руководить процессами разными, вплоть до активно участвовать в наших протестных движениях, кроме как одна, что называется, боевая единица. Нам сейчас нужны руководители, руководители протестного движения. Я уже озвучивал, что в каждом городе нам нужно иметь 500-1000 активистов, ячеек, которые за собой могут привезти еще 5-10 человек. То есть тогда мы гарантированно, имея 500 человек, например, своих активистов, знаем, что они за собой хотя бы несколько человек приведут. И тогда митинги состоятся. На эти митинги будет приходить по несколько человек, которых организуют руководители этих ячеек и сами члены этих ячеек. Поэтому очень важно, чтобы в ячейке было не менее 5 человек, чтобы люди, которые входят в эту ячейку, знали программу демократического выбора Казахстана, были активными. Мы ищем миллион человек, активных людей, способных действовать, способных принимать решения, способных идти на определенные жертвы. И только тогда эти миллионы человек добьются смены режима. Итак, в штаб выходят руководители ячеек, у которых в этой ячейке суммарно 5 человек. Это первое. Второе. В штаб нужно отправлять сообщения конкретно тем нашим сторонникам, которые имеют программу развития регионов, городов, населенных пунктов. В штабе мы ждем предложения по развитию тех или иных отраслей, сельского хозяйства, транспорта, реформ в области автодорог, железной дороги. В штабе мы ждем информации и предложения от будущих руководителей национальной компании, руководителей разного уровня, перворуководителей, заместителей, директора департаментов. Ну, например, национальная компания «Железная дорога», национальная компания «Казахстанпром» и так далее. Списки эти все в интернете есть, можно посмотреть. И это обращение, конечно, в первую очередь, когда речь идет о национальной компании, относится к тем людям, которые уже работают в этих компаниях, знают текущее положение. У них есть идеи, видение, как развивать такие компании. И только тот факт, что именно Нурсултан Назарбаев и его приближенно назначают руководителей национальной компании первого-второго звена, не позволяет вам раскрыть свои способности, свой талант. Именно новое правительство ДВК сможет вам помочь раскрыться и реализоваться. Поэтому мы от вас, руководителей второго-третьего звена, ждем предложений по развитию национальной компании. А я еще раз хочу объяснить, когда мы говорим о подготовке тех или иных программ по развитию или отраслей, или регионов. Здесь я вижу, многие недоумевают, не могут понять. Судя по всему, они не слушали предыдущие эфиры, не слушали прямые эфиры на YouTube, Facebook, где я подробно объяснял, в чем суть цели, что за народное правительство или орган управления мы формируем. Мы, когда придем во власть, как ДВК, ДВК будет функционировать во власти не более полугода. В течение полугода мы организовываем свободные выборы за места в парламенте, начинаются конкуренции между политическими партиями. Мы будем отдельно регистрировать партию ДВК, озвучим свои политические программы и отдельно будем бороться на выборах в парламент Республики Казахстан. Так вот, именно Временное правительство ДВК в течение полугода, пока будет формироваться новый парламент, за это время будет руководить всеми органами управления страной. Это именно Временное правительство ДВК назначит исполняющие акимов областей, городов, населенных пунктов. Именно Временное правительство ДВК назначит руководителей национальной кампании. Фактически все уровни власти будут заняты именно представителями демократического движения, именно демократического выбора Казахстана. Но это будет в течение шести месяцев. Затем, через шесть месяцев пройдут выборы. И если правительство ДВК побеждает, то тогда правительство ДВК опять же назначает исполняющих обязанностей акимов областей, городов и населенных пунктов. И уже вновь сформированное правительство демократического выбора Казахстана, представляющую партию ДВК, Именно партию, сейчас это движение демократического выбора Казахстана, Именно партия ДВК назначит руководителей, именно партия демократического выбора Казахстана, Сформировав правительство демократического выбора Казахстана, Может назначит руководитель национальной кампании, И, соответственно, партия сформирует кабинет министров, министров и премьер-министра. Затем новый парламент примет новые законы в течение какого-то времени, проведет свободные выборы, и на должности Акимов придут люди, которые победят на открытых и честных выборах, именно Акимов областей, городов и населенных пунктов. Но вы же понимаете, что когда временное правительство ДВК будет сформировано, в течение шести месяцев будет руководить страной, нам нужны на этот период исполняющие обязанности руководителей ведомств, национальной компании и руководителей городов, областей, населенных пунктов. На эти шесть месяцев мы должны сформировать команду руководителей, и команду мы должны сформировать сейчас, а затем, когда будут свободные выборы, все наши представители могут и должны участвовать на открытых выборах и снова победить, но при этом на открытых выборах их избирает народ. Их не назначает правительство ДВК, а избирает народ на открытых выборах, это касается всех уровней власти Акимов, Акимов городов, областей и населенных пунктов. Поэтому вот для чего мы формируем так называемых лидеров по всей стране. Мы должны прийти, как движение демократических выборов Казахстана, добиться смены режима, представители демократических выборов Казахстана, министры Акимов областей, Акимов населенных пунктов будут назначены временным правительством демократических выборов Казахстана. А затем, когда пройдут выборы, парламент, новое правительство ДВК назначит министров и премьер-министра, а Акимов областей будут назначаться народом на прямых и открытых выборах Акимов областей, городов и населенных пунктов. Но мы сейчас должны подготовить команду этих людей-управленцев. Не просто потому, что они были активными, участвовали в каких-то действиях, этого недостаточно. Нам нужны профессионалы. Поэтому мы сейчас ищем управленцев, видящих, как развивать регион, город, населенный пункт. Мы ищем руководителей, которые видят, как развивать национальные компании. Мы ищем руководителей, которые будут руководить областными управлениями здравоохранения, районными структурами здравоохранения, образованием, культурой. То есть нам эти люди нужны сейчас. Мы именно сейчас начинаем подготовку. Именно сейчас мы говорим, что мы формируем команду новых людей, которые в состоянии очень быстро занять ключевые позиции в стране, избавить наш народ от коррупции и встроить новую, независимую, свободную страну. Поэтому давайте мы структурируем работу штаба. Пожалуйста, не заваливайте информацией штаб. В штаб могут обращаться только ячейки из пяти человек. Раз. В штаб могут обращаться те люди, наши сторонники, которые имеют программу развития городов, регионов, областей, которые имеют программу развития национальной компании, у которых есть собственное видение, как развивать страну. Штаб также будет продолжать работу с руководителями ячеек, с ячейками. Наша задача в каждом городе сформировать такое количество ячеек, чтобы их было 500 или 1000 человек, суммарно. Чтобы эти ячейки были подготовлены для организации проведения различных акций, митингов и других действий, организованных демократическим выбором Казахстана. Нам важно, чтобы эти ячейки были образованы, грамотные, решительные, смелые. Чтобы именно из рядов этих ячеек мы сформировали новую команду управленцев страны. Теперь я знаю, что у наших сторонников существуют тельные вопросы. Они часто адресуют эти вопросы ко мне. Но я здесь в этой связи хотел бы предупредить, что ко мне приходит очень много разных сообщений в день. В Инстаграме, Фейсбук, Телеграм. То есть я получаю тысячи сообщений. Если я просто буду отвечать на эти сообщения, я не в состоянии вообще буду ничего делать. Ну и потом, знаете, очень много сообщений носит личный характер. Начинается «Здравствуйте», «Салам алейкум», «Халмс галайдет» в Минсураде. Если я на такие будут сообщения отвечать, вы сами понимаете, у меня жизнь уйдет только на это. Поэтому, ребята, давайте так. Работать конкретно и предметно. Если есть индивидуальные вопросы ко мне или ко штабу отдельно, сверх того формата, который я озвучил, когда кто имеет право обращаться в штаб, просто нужно тегать. Нужно сообщения писать в общий чат. У нас общий чат наши админы анализируют. Есть другие люди, кто анализирует. Штаб тоже. Я сам сижу, читаю чат. Поэтому, если у вас есть вопрос, вы просто тегайте. И у нас есть группа людей, которые эти сообщения будут собирать. Они зачастую одинаковые. Задают одни и те же вопросы, на которые я уже отвечал много раз. Они есть в ответах МК. И поэтому мы будем просто группировать эти вопросы и выставлять их в общий чат. Чтобы работа штаба была продуктивной, я прошу именно посылать только по тому формату, который я озвучил. А именно, руководить лечейку, у которых в лечейке суммарно 5 человек. Во-первых, посылать запросы или свои программы только штабу, только в этом случае. Третье, вы заполняете анкеты, которые мы сегодня и до этого уже распространяли и будем дальше распространять. А общие вопросы, не имеющие к тому, что я озвучил для штаба, сбрасывать общий чат, тегать, бросать админам, бросать волонтеру, но не в штаб. Не перегружайте работу штаба. Теперь я хотел бы по поводу активистов сказать. Мне говорят, Мухтар, а не забудете ли вы тех активистов, которые были с ДВК, были активны и так далее. Я уже говорил, активны и активны те активисты. Они, безусловно, имеют ячейки, состоят в ячейках, участвуют в наших акциях. Они думающие люди, не те, кто просто на кнопках между собой отношения выясняет в чате, именно активные люди. У нас наша задача вывести на митинге около миллиона человек. Наша задача на все ключевые посты в стране собрать тех людей, которые в состоянии управлять страной. Это минимум 30-40 тысяч человек, это министры, их заместители, директора департаментов, это Аким, Аким областей, городов, населенных пунктов, департаменты, заместители, это национальные компании, это десятки тысяч людей, как вы понимаете. Поэтому активные ребята, они будут активными, уже ясно. А те, кто активны, просто на кнопках нажимали и говорят, мы были активными, они, конечно же, себе места не найдут. Они места именно будущей политической власти не найдут. Наши активные люди, они выходят на акции, на протесты, они предлагают кельные действия, в них участвуют. И я вас заверяю, что такие люди всегда найдут место в новой политической системе, они всегда будут востребованы. Активные, умные люди всегда востребованы. А те, которые беспокоятся, это значит, они просто пишут и все, не участвуют. Поэтому мы сейчас создаем площадку возможностей для всех тех, кто действительно активный, которые не просто разговаривают или какие-то слова просто пишут, кнопками работают и все. Именно мы сейчас создаем возможность для активных людей действовать. Теперь я хотел бы откомментировать, какие нам поступают тельные программы или предложения. Ну, я в качестве примера скажу, например, там семей поступило предложение построить какое-то количество стоэтажных зданий. Ну, во-первых, я как человек, который знает возможности, регионы хорошо представляет, я вам так скажу. Стоэтажные здания, их можно строить там, где живет несколько миллионов человек. Это тенденция такая в мире, посмотрите. И нет смысла строить стоэтажные здания симпалатинские. Вы просто зайдите в интернет, откройте гугл и посмотрите, когда начинают строить высотные здания. Когда существует большая концентрация людей, исчисляемая от полумиллиона и выше. Это раз. Во-вторых, должна работать сильная промышленность, где развивается бизнес, отстроятся офисы и так далее. То есть, предложения должны быть реальными. И не просто реальные, я сейчас объясню, на каких принципах они должны строиться. Понятно, что в нашей стране очень много проблем. Проблемы везде, во всем. В здравоохранении, в образовании, в транспорте и так далее. Во всем. Но это не значит, что завтра во власть придет демократический выбор Казахстана, и мы в один день начнем строить стоэтажные здания, великолепные дороги. Всем по миллиону долларов раздадим. Это, сами понимаете, нереально и смешно. Для этого страна должна зарабатывать эти деньги. То есть, мы должны систему управления так построить, чтобы бюджет страны ежегодно рос, стремительно наполнялся, и правильно эти деньги перераспределялись. Как на повышение заработной платы, так и на строительство дорог или другие различные направления, которые приведут к новому увеличению доходов страны, к росту экономики, появлению новых рабочих мест, строительства новых заводов. Это поэтапный процесс. А то, что сейчас предлагается, это люди говорят, у нас мы можем построить стоэтажные здания. А кому это нужно? Во-первых. Во-вторых, на какие деньги? Кто вам эти деньги даст? Мы получили, конечно, очень грамотные и толковые проекты. Очень интересные проекты мы получили с АТРАУ. Но давайте я сейчас объясню, каким образом надо подавать материалы в штаб ДВК и какие цели мы преследуем. Во-первых, все предложения должны быть реальными. Они должны быть проработаны. Они должны быть на уровне проработанной в части того, что ресурсы для этого должны быть. Или должно быть видение, где их взять. Не так, чтобы позвонить премьер-министру, чтобы он дал 10 миллиардов. Нет у премьер-министра таких денег. Или вот нужно, чтобы американцы нам подарили 100 миллиард долларов. Этого тоже не будет. Мы должны все проекты, связанные с развитием регионов, городов, областей, национальной компании, финансировать здравоохранение исходить из того, что у нас есть. Или из того, что может быть. Притом реальными, именно аргументированными цифрами. Не с потолка, что давайте мост построим. Тоже такое предложение было. Построим большой мост. Сколько этот мост стоит? Зачем его нужно строить? Откуда возьмем деньги? То есть все проекты должны быть реальными. Мы сейчас ищем людей, которые способны управлять. Способны видеть проблему глубоко, широко, сверху. А не просто говорить, давайте здесь мост построим, здесь дорогу отремонтируем, здесь водопровод проведем. На какие средства, как нужно развивать экономику страны, как нужно развивать местную власть, как строить налоговую систему. То есть мы говорим о комплексе мер, которые будут способствовать тому, что те или иные ваши программы действительно будут реализованы. Сначала я хотел бы объяснить, каким образом нужно подходить. Нужно исходить из... Мы говорим сначала о системе государственного управления. Именно о бюджете страны. Когда речь идет о правительстве, когда идет речь о регионах, городах, областях и так далее. Давайте исходить от бюджета страны. Из чего складывается бюджет страны? Бюджет страны складывается из поступлений, связанных с деятельностью предприятий, также налоговых поступлений от физических лиц. Когда я говорю предприятие, это налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество. Различные социальные налоги, связанные с тем, что люди работают на тех или иных рабочих предприятиях. Пенсионные фонды и все прочее. Есть еще подоходный налог с физических лиц. Это платят люди, которые работают на предприятиях. Есть еще займы. Правительство в лице Министерства финансов делает займы у населения. Или займы выходит, получает на международных рынках. Или различные гранты от международных организаций, или гранты от разных стран. Вот, собственно, разные формы доходов существуют, но они всегда связаны с возможностями страны, с теми предприятиями, которые есть в стране, функционируют, будут функционировать, будут новые появляться. Также с налогами, которые бюджет страны получает от физических лиц. Есть республиканский бюджет, есть региональные областные бюджеты. Вот у нас сколько областей есть, вот так есть областные бюджеты. То есть есть региональные областные бюджеты, есть республиканский бюджет. Парламент Республики 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 Деньги у нас ограниченные. Они считаются суммарно доходы республиканского и областного бюджета. Вот, собственно, все, что есть в нашей стране, именно если говорить о бюджете развития государственного органа управления, это все так и выглядит. Теперь есть бюджеты национальной компании. Национальная компания имеет свой уставный капитал, имеет свои имущества. Вот, например, возьмем железную дорогу. Все железнодорожные магистральные линии принадлежат железной дороге, есть какой-то объем вагонов и все прочее. И вот эксплуатация, оказание услуг в сфере железнодорожных перевозок, формирование определенных тарифов дает железной дороге доходы за оказание этих услуг. Вот, к примеру, если, например, доходы железной дороги составляют 2 миллиарда долларов в год, то затем руководство национальной компании, она государственная, согласовывая свои расходы с правительством, начинает расписывать расходы развития национальной компании. Идут деньги на заработную плату, идут деньги на поддержание этой инфраструктуры, выделяется часть ресурсов на развитие, строятся новые ветки железной дороги и так далее. Так, такая модель работает по всем государственным национальным компаниям. Вот я общий принцип сказал, поэтому давайте не выдумывайте там некие триллионы или там какие-то проекты, исходите из того, что сейчас есть в нашей стране, в нашей страны, и из этого строите планы. Вот теперь давайте я сейчас начну двигаться от регионов. Возьмем Атраусскую область. Атраусская область имеет текущий бюджет. Давайте мы будем исходить из того, что по факту на данный момент есть. Сейчас вообще областные бюджеты сформируются на самом деле следующим образом. Например, налог на прибыль предприятий весь уходит в республиканский бюджет. Налог на добавленную стоимость, поступление от него, тоже уходит в республиканский бюджет. Таможенные сборы, которые связаны с экспортом и импортом, тоже уходят в республиканский бюджет. А на местном уровне это остается налог на имущество, ну, другие какие-то мелкие налоги. Это все приводит к тому, что реально неправильная система сбора налогов, а именно деление доходов от налогов, приводит к тому, что центральный бюджет, республиканский бюджет, фактически все доходы забирает себе. А областные бюджеты оставляют только часть. И тогда в реальности получается, что даже богатые области, как Атараусскую область, они получают трансферты из центра, то есть как бы субсидии. Хотя в реальности они являются донорами, они являются крупнейшими донорами, самыми крупными донорами бюджета страны. Я в качестве примера возьму, например, Атараусскую область, областной бюджет на 2018 год. Вот я здесь открываю интернет, областной бюджет на 2018-2020 годы. Итак вот, смотрите, областной бюджет, например, на 2018 год выглядел следующим образом. Доходы 222 млрд 572 млн тенге и доходы складывались, смотрите, обратите внимание, налоговое поступление 95 млрд 930 млн тенге, неналоговое поступление 7 млрд с копейками. Поступление от продажи основного капитала 22 млрд тенге. То есть фактически и еще основное поступление транспорта 119 млрд тенге. Получается, что реально на местном уровне собирается почти половина бюджета, все остальное половина поступает из республики. Понимаете, в чем странность? А странность заключается в том, что реально Атраусская область является донором, она финансирует республиканский бюджет, а получается в реальности половина доходов приходит из центра, из республики. Получается по смыслу, как будто Атрауская область дефицитная и все деньги она получает, почти половина получает из центра, из республиканского бюджета. Согласитесь, это о чем говорит? Что это не может быть, это странно. Это в большей степени связано с тем, что структура поступления доходов делится неправильно. То есть получается, доходная Атрауская область, она на самом деле убыточная, потому что половину своих доходов она получает из республиканского бюджета. А это на самом деле связано с тем, что должны делиться налоги, которые поступают в регионе между центром и регионом в правильной пропорции. И тогда очевидно, что эта область будет супер доходная. И не будет такого, что Назарбаев будет говорить, что Астана за собой потащила всех. Он хвастается, что Астана построена, что там генерируются налоги большие и все прочее. Но, как известно, Астана это пустой город. Он ничего не производит. Это город чиновников. Все деньги, которые туда поступают, они поступают именно с таких регионов, как Атрау, Мангастау, Западно-Казахстанскую область, Актюбинскую область и так далее. Эти деньги приходят в центр, Назарбаев там кусочки отдает обратно. И такой богатый город Астана тратит на развитие города и всем рассказывает, что он тянет за собой регионы. На самом деле это неправда. Именно вот такие нефтедобывающие регионы тянут вперед весь Казахстан. Поэтому я говорю о том, что новый парламент и новое правительство демократического выбора Казахстана перестроит формулу деления доходов от налогов таким образом, чтобы та область, которая доходная, она была реально доходная, и значительная часть доходов правильно делилась между центром и область таким образом, чтобы каждый год доходы, которые область заработала, оставались в большей части именно на развитии региона. Тогда действительно не нужно будет областным бюджетом упрашивать центр, поделиться деньгами, которые и так им принадлежали. Они и так эти деньги отдали в бюджет страны. Поэтому эта нынешняя несправедливая система приводит к тому, что Назарбаев сидит, хвастается, что Астана такая шикарная, что вот Атрау, видишь ли, стал лучше, а раньше нищая была, так Атрау генерирует основные доходы страны. Там должно происходить сильное развитие. Я сейчас обращаюсь к представителям Атрау и другим сторонникам, которые будут писать программы развития областей, городов и населенных пунктов. Что вы понимали, вот сейчас есть текущий бюджет. Я предлагаю вам, когда вы пишете тельные программы, ориентироваться на текущий бюджет. Считайте, что вот текущий бюджет, который сейчас сформирован, он у вас есть. И прибавляйте к нему 10%. Вот, например, если текущий бюджет Атрауской области был около 200 миллиардов тенге, 222, вы к нему можете прибавлять на 10%, считать, что у вас такой доход точно есть, такой бюджет есть. Соответственно, исходя из этого, планируйте развитие региона, исходя из того, что есть, плюс 10%. Затем вы эти средства должны понимать, что они должны быть распределены между районами области. И тоже здесь нужно правильно перераспределять эти денежные средства. Как минимум, сохранить на том уровне, которые были. И лишние средства, это в ваших руках, вы уже сами перераспределяете в те районы, которые, на ваш взгляд, дадут еще больший доход у области. Соответственно, на следующий год эти деньги будут ваши, областные. Вы можете их направлять на развитие вашего региона. Исходя из этого, вы можете строить мосты, больницы, школы, делать дороги или какие-то еще инфраструктурные объекты развивать у себя в регионе. Только не выдумывайте какие-то проекты, на которых нет денежных средств. Надо быть реалистами. Все программы развития должны быть ориентированы на текущий бюджет плюс 10%. Это минимально. Я в своих выступлениях говорил, что когда к власти придет правительство демократической выбора Казахстана, мы буквально за несколько лет удвоим бюджет. Буквально за три года как минимум в два раза будет увеличен размер бюджета. Сейчас там он где-то пляшет, в зависимости от курса, около 30 миллиардов долларов. Так вот, в течение трех лет республиканский бюджет станет минимум 60 миллиардов долларов. Соответственно, вы должны понимать, что удвоение бюджета увеличивает ваши возможности. Возможности для развития тех или иных отраслей. Или, соответственно, ведомость. Вы можете эти деньги направить на школы, больницы, дороги и так далее. То есть за три года фактически бюджет на всех ее уровнях удвоится. Но сейчас в ваших расчетах вы считаете текущий бюджет плюс 10%. Исходя из этого, проектируйте программу развития городов, областей и различных населенных пунктов. Исходя из этого, проектируйте программу развития городов, областей и различных населенных пунктов. Если вы хотите стать акимом области, акимом города, акимом того или населенного пункта, у вас уже есть ориентиры. Вы заходите в свой местный бюджет, областной, городской, и считайте, что текущий бюджет у вас есть. И прибавлять туда 10% у вас будет гарантировано, во-первых. Во-вторых, теперь вы просто сделаете предложение, как правильно перераспределить бюджет. Дело в том, что сейчас текущий бюджет, областной масляхат автоматически подписывает, реально решение принимает Акимобласть со своей небольшой узкой группой лиц, своих заместителей. Но вы можете сделать свое предложение, как правильно перераспределить эти бюджетные средства, чтобы они были максимально эффективно использованы. Во-первых. Во-вторых, мы от вас ждем предложения, от тех, кто завтра будет руководить областями, мы ждем предложения принципа формирования бюджета, принципа разделения доходов между областью и республикой, между центром. Продолжение следует... Что я имею в виду? На самом деле, как я говорил, такие налоги, как налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и ряд других налогов, они все уходят в республиканский бюджет. Но вообще это неправильно. Я знаю, что налоговые службы, в первую очередь, контролируют сбор средств именно налогов, имеющих отношение к местному бюджету. Это налог на имущество и другие какие-то местные мелкие налоги. А республиканские налоги, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, они не вникают, ну типа это налоги республики, пусть она их собирает. То есть это приводит к тому, что не заинтересованы областные службы собирать налоги, не заинтересованы, соответственно, местные населенные пункты Акимы создавать рабочие места. Вот представьте, что у вас есть малое предприятие, какое-то частное предприятие. От этого предприятия, от вас именно в местный бюджет мало что поступает. Ну налог на имущество в основном поступает. А если бы местный бюджет получал налог на прибыль, часть у себя в области, налог на добавленную стоимость, то тогда местный бюджет какого-то населенного пункта был бы заинтересован развивать рабочие места, новые предприятия. Потому что дополнительные доходы, которые в местный бюджет приходят, можно было направить на увеличение заработной платы тех людей, которые работают именно в этом населенном пункте. Во-первых. Во-вторых, на эти средства можно было бы построить больницы, построить дороги, провести воду. То есть, когда местная власть будет заинтересована в развитии своего бизнеса местного, а каким образом происходит заинтересованность? Когда налоги, часть налогов, местные бюджеты могут изымать к себе. А сейчас они все уходят в центр. Поэтому местные акимы могут разорять эти предприятия, им все равно. Потому что если денег им не хватит, им из центра присылают для покрытия своих потребностей. Таким образом, именно разделение принципа формирования доходов, как областного и других бюджетов региональных, местных бюджетов, между центрами и регионами, приведет к тому, что регионы будут быстро развиваться. Они будут заинтересованы в формировании новых рабочих мест, потому что от работы этих предприятий к ним будут поступать дополнительные налоги. И эти доходы они могут отправить на развитие регионы, увеличивать свою заработную плату, строить инфраструктуру, больницы, школы и так далее. То есть вот нынешняя система, она централизованная, несправедливая. Вот Назарбаев так же, как раньше Советский Союз, все деньги сначала собирал в Москву, раздавал по регионам. То же самое он сделал масштабы Казахстана. Когда все основные доходы он стягивает в центр, потом сидит и делит такое между регионами. И такое потом рассказывает сказки, что он там спас тот или иной регион, дорогу там построил. На самом деле все эти вещи происходят именно за счет этих регионов, как Атрауска, Магистауска и другие области. Он у них отбирает сначала, потом часть им отдает, а основную львиную часть оставляет у себя и разворовывает через различные программы строительства Астаны или развития тех или иных так называемых отраслей. Он сливает деньги в национальный фонд, оттуда просто крадет, потому что деньгами национального фонда управляет только он один. Итак, я надеюсь, теперь уже стало более ясно. Если вы хотите выйти со своей программы развития области, например, Атраусской, то берете текущий бюджет области, прибавляете 10%, затем берете эти денежные средства, распределяете так, чтобы это было наиболее эффективно. И тогда уже будет разница в той политике, которую проводит нынешняя власть на областном уровне, с той политике, которую предлагаете вы. Теперь о республиканском бюджете. Это больше касается именно самого правительства, министров тех или иных отраслей. Соответственно, вы тоже берете текущий бюджет, который сейчас есть, республиканские так называемые доходы, которые перераспределены между теми или иными ведомствами. Но здесь у вас возможности шире. Мы от вас ждем предложения шире, чтобы вы могли сказать, что вы предлагаете перераспределение доходов именно на программу развития проектов правительства, именно на другой уровень распределения. Вы можете убедительно написать, что именно в вашей отрасли должна быть профинансирована больше, чем другое соседнее ведомство. Это приведет к тому, что даст толчок к развитию страны, и, соответственно, больше поступлений налогов. Такое может быть. Например, вы скажете, что нужно такую отрасль, как энергетику или транспорт, нужно финансировать больше, и тогда эффект будет более глобальный, если финансировать какие-то другие социальные проекты. Я, к слову, например, говорю. Такое возможно. Поэтому будущие министры, заместители министров, директора департаментов, именно отраслевых ведомств, вы можете уже ориентироваться на текущий бюджет, знать, как этот бюджет перераспределяется. И мы от вас ждем предложения на двух направлениях. Первое. Вы можете ориентироваться на текущий бюджет плюс 10%, или вы можете дать предложение кардинально перестроить бюджет, ориентированный на развитие тех или иных отраслей, соответственно, тех или иных министерств. Субтитры создавал DimaTorzok Именно такой подход по работе по темным программам должен быть. Тогда смотрите. Вы свои программы по развитию регионов, населенных пунктов присылайте нам в штаб демократического выбора Казахстана. Можете присылать инкогнито под никами. Мы с вами отработаем эти программы. Завтра вы можете с этими программами выходить, получать поддержку у себя в области, в городах. Именно завтра вы можете со своими программами побеждать своих конкурентов. Эти программы нужно готовить сейчас. Нужно сейчас разбираться, как распределяются денежные средства на тельные регионы, населенные пункты. Нужно сейчас понимать, какие реформы будем делать осмысленно, целенаправленно. Дело в том, что я здесь в чате вижу общие слова. Давайте развивать туризм, давайте создавать рабочие места и так далее. Это все правильно. Но сейчас я предлагаю уже конкретику. Ориентироваться на те деньги, которые сейчас есть. Если вы видите, что этих денег можно добиться в большем объеме, присылайте свои предложения. И очень точно, очень целенаправленно, очень вдумчиво и умно мы сейчас должны отработать свои программы. И сейчас мы эти программы можем озвучивать. Мы будем в каждом чате региональном выходить с теми программами. Если наш кандидат не захочет, чтобы через голос его определили, кто он такой, всю эту программу может озвучить представитель штаба демократического выбора Казахстана. Правительство демократического выбора Казахстана должно быть умным. Мы должны ясно понимать, сколько денег есть, как мы их добудем. Мы не должны общие слова говорить. Давайте развивать Балхаш, давайте развивать Копчегай, давайте строить дороги, давайте 100 этажей дома построим, давайте всем по миллиону долларов раздадим. Но в качестве курьеза я скажу, что такие предложения, они смешные, они выглядят хорошо, но вы посчитайте, у нас 18 миллионов человек. Если им каждому раздать по миллиону, это будет 18 триллионов долларов, чтобы вы понимали. У нас в бюджете страны, бюджет страны около 30 миллиардов долларов. 18 триллионов – это недостижимая цифра. Поэтому для того, чтобы мы собрались здесь как команду умных управленцев, умных активистов, мы каждое наше действие должны сопровождать расчетами. Наши предложения должны быть подбиты цифрами. Мы не должны говорить общие слова «давайте Балхаш развивать», «давайте туризм развивать». Я жду от вас программы развития по всем отраслям, в том числе и туризму, но они должны быть обоснованными, ориентированы на текущий бюджет страны плюс 10%, не более, на первый год. То есть правильно их распределить, правильно перераспределить нательные программы, которые, на ваш взгляд, дадут максимальный эффект. Вот даже здесь я вижу мэр мэров комментарий делает. Моя мечта говорит, что все недра земли сделают государственным достоянием. Ваша мечта, мэр мэров, уже исполнена очень давно. В соответствии с законом страны все недра земли, они являются государственными, чтобы вы знали. Уже ваша мечта реализована. Поэтому, когда вы мечтаете, я вижу, что вы просто не знаете, о чем вы мечтаете. Нынешние месторождения, они разрабатываются теми или иными компаниями на основе контрактов на недропользование. Правительство Казахстана подписывает с ними контракты на определенный срок, 20 лет, потом еще 25, 45 лет. Подписывают контракты на недропользование. И за использование тех или иных ресурсов платятся бонусы, роялти и разные там налоги. Поэтому недра уже принадлежат государству. Вы должны это знать. Нам нужны образованные, умные люди. Если вы еще не образованные, вы имеете возможность сейчас работать вместе с нами, стать образованным и умным. И готовиться. Нам нужны профессиональные специалисты. Не просто люди, которые имеют желание. Этого недостаточно. Нам нужны грамотные управленцы, чтобы мы очень быстро могли добиться успеха развая нашу страну. Таким образом, мы задали параметры. Текущий бюджет страны, текущий бюджет области плюс 10%. Именно используя эти денежные средства, именно правильно их перераспределяя, писательные программы развития регионов, областей, городов, населенных пунктов. Писательные программы развития отраслей, транспорта, железной дороги, инфраструктуры, энергетики и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые друзья, те, кто не имеет ячеек в количестве 5 человек, 3 человека, 2 человека, кто вообще никого не имеет, никаких ячеек не имеет. Если у вас есть предложение, я хочу повторить, пишите все в чате, просто тегайте. Тегайте штаб, тегайте меня, тегайте Жану или еще кого-нибудь. И наши люди, которые постоянно работают, админы, штаб, все эти будут теги вылавливать, читать, и мы затем будем готовить ответы на вопросы более обширно для проведения прямых эфиров в чате. Теперь я вижу, здесь мне отдельные вопросы задают, я бы на них ответил бы сейчас, но я на них на самом деле и раньше отвечал, но в связи с тем, видимо, новые люди или просто не всегда участвовали в чате, одни и те же вопросы идут. Спасибо. 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 Например, говорят, что делать с внешними долгами. Текущие внешние долги, именно если говорить о их структуре, их нельзя просто обобщать, говорить, что вот 160 миллиардов общий долг. Нужно делить долги. Долги, которые имеют республиканский бюджет, и долги, которые имеют частный сектор и компания. Так вот, основные долги приходятся на национальные компании, на частный сектор. Та часть долгов, которая имеется в республиканском бюджете, это действительно обслуживает бюджет страны. И, на мой взгляд, там сумма рабочая, не очень большая, мы справимся. Другой вопрос, что довольно большая сумма долгов на национальных компаниях, и цифры выглядят страшно. На самом деле это не так. В мире, что вы понимали, ведущие развитые страны, например, 300% от волового внутреннего продукта. Так вот, если у нас условно воловой продукт национальный будет около 200 миллиардов долларов, ну там разные цифры были, 150 миллиардов, в зависимости от курса тенге по-разному считается, ну даже вот я считаю, пусть будет 150 миллиардов долларов, воловой внутренний продукт всей страны. Соответственно, допускаемый долг порядка 450 миллиардов. То есть, в этом смысле у нас ситуация рабочая. И западные страны спокойно обслуживают долги, которые трехкратно превышают воловой внутренний продукт страны. У нас даже на уровне околоволового внутреннего продукта нет. Поэтому долги внешне это не страшно. Страшно другое, то, что эти долги давно были быть погашены. Более того, наша страна не должна была брать долги, потому что она очень богатая. Наши национальные компании обладают возможностью формируют большие доходы, вот как нефтяная компания «Казмонайгаз». Но эти деньги разворовываются именно прямо на султану Назарбаевым, и они искусственно загоняют в долги нашей национальной компании. И это действительно является проблемой. И когда мы придем во власть, мы поставим жесткий контроль. Все эти долги будут в кратчайшие сроки резко уменьшены, а зачастую будут полностью погашены. Здесь меня задают вопрос, что будем делать с КИГОК, она же частная компания. Это опять же странный вопрос. Вы зайдите, забейте в интернет КИГОК компанию, увидите, что это государственные компании, а не частные. Мне задают вопрос, а что мы будем делать с национальным компанией, будет ли приватизация. Приватизация будет, но не сразу. Сначала мы наведем порядок, мы сделаем эффективные государственные компании, мы определимся, какие пакеты будем продавать, почему будем продавать. Это все будет принимать решение парламент. А сейчас государственные компании национальные, мы возьмем под контроль, наведем порядок, изгоним коррупционеров, кого надо посадим в тюрьму, сделаем их очень эффективными и шаг за шагом те компании, которые не нужны, которые мешают развиваться частному сектору, мы их просто разделим на разные кусочки и продадим, демонополизируем рынок, чтобы не было монополии. В аграрном секторе создали там компании, типа разные агрохолдинги, это конкуренты частным компаниям, которые работают в зернопроизводстве, они нам не нужны. И очень много так называемых национальных компаний, они не нужны, они работают как коммерсанты, на самом деле это взять государственные чиновники, которые разворовывают деньги государства, мы их ликвидируем. Здесь задают вопросы по судебной системе. Судебная система будет независимая, она не будет назначаться Назарбаевым, как это сейчас происходит. Он назначает всех судей. Основная часть судей будет избираться людьми, они будут под контролем народа. И более того, только Верховный суд будет назначаться парламентом страны, сейчас там 9 человек будет назначать парламент страны. Далее, безусловно, заработную плату судей будет поднята во много раз, здесь говорят 10 раз и так далее, может даже еще больше будет, так, чтобы судей были честными, не были коррумпированными. Это все будет тоже сделано. Итак, уважаемые друзья, те, кто не имеет в ячейке 5 человек, они все свои вопросы должны задавать именно здесь, в Активисте, в чате или у себя в региональных чатах. Наши админы эти вопросы будут собирать, вылавливать, тегайте. Прошу ко мне в личку не писать. Ассаламу алейкум, муха, ассаламу алейкум, хаунс галай, дед сау халай. Я на такие вопросы, если буду отвечать, моя жизнь только на это пройдет, да, только здравствуйте. По всем ключевым вопросам прошу писать в штаб, писать в чате, в общем, если ко мне в личку писать, это должно быть какое-то супер важное и очень интересное, на общие вещи, как здоровье, как дела, я прошу не писать мне в таком формате. У меня нет возможности на них отвечать. Итак, я думаю, что теперь стало все понятно, как развивать регионы, как писать программы для развития технических отраслей. Мы ориентируемся на текущий бюджет плюс 10%. И тогда вам будет понятно, что писать. Вы должны понимать, что распределение бюджета будет таким образом построено, что у всех будут свои деньги, у всех будет определенный уровень полномочий, одним словом, власть на местном уровне, на уровне городов, поселков, именно области. И власть просто так в виде печати не может быть. Власть должна уметь принимать решения, должны быть полномочия, должны быть деньги. Вот деньги мы вот так вот на первых порах так делим. А затем параллельно произойдет другой принцип формирования денежных ресурсов регионов и центра республиканского бюджета. И когда вот таким образом все будет построено, местные акимы населенных пунктов будут обладать реальной властью у себя в регионе. Там, где нет местных парламентов, например, у населенного пункта нет местного парламента, будет решать не один аким, а будет решать сход местных жителей, как во всем мире принято. Если в населенном пункте живет тысяча человек, и у них есть свой бюджет, то их распределение будет решать именно сход жителей. И таким образом каждый человек будет вовлечен в принятие решения, которое повлияет на его жизнь. Скамейки построить, воду завести, провести. И вопрос экологии решить. Построить детские сады. Таким образом каждый будет причастен к распределению денежных средств в населенном пункте, в городе, в области. Мы построим такую систему, чтобы каждый человек был участником разделения этих денежных средств у себя в городе, в области, на уровне страны, в конце концов. И еще ориентир. Мы ориентируемся на ведущие страны мира, на Америку и Европу. Когда мне задают вопросы, как будет выглядеть образование, как будут налоги выглядеть, как будут делиться, будут ли налоги на алкоголь, вообще будем ли продавать алкоголь и так далее. Очень простое правило, очень простой принцип. Мы делаем так, как построены в ведущих странах мира. Мы хотим построить богатую, передовую, цивилизованную страну. И поэтому, как в спорте, у кого вы учитесь? У чемпиона. Кто чемпион? Это Америка и развитые страны Европы. Значит, мы всю свою политику, абсолютно всю, как налоговую, так и экономическую, так и политический реформ, должны просто учиться у них, копировать, перехватывать, внедрять. И тогда мы будем жить, как в Европе. Тогда к нам будут люди стремиться приезжать жить. К нам будут стараться инвестировать капитал, именно у нас будет так, как в ведущих странах мира. Но для этого есть простой принцип. Учись у сильнейших. Поэтому, когда вы такие вопросы задаете, решение очень простое. Зайдите в интернет, гуглините, гугл, что называется, все знает. Именно по такому принципу строите свои программы. Вот здесь Доза счастья пишет почему-то странно. Если ДВК будет погашать все долги, то надо их распределять с последующим погашением, не на время без нагрузки. ДВК сейчас политическое движение. Завтра это будет партия. ДВК партии не может гасить ни долги, ни распределять долги. Долги может гасить правительство, министерство финансов, гасить долги бюджетные. Что касается долгов, других долгов предприятий. Эти предприятия сами гасят свои долги за счет более эффективной работы. Сейчас в этих предприятиях национальных идет воровство. Поэтому ДВК не может никакие долги гасить ни населения, ни банков, ни предприятий, ни бюджета страны. Бюджет страны гасит министерство финансов, которое собирает все денежные средства, принадлежащие государству. Предприятия гасят свои долги, которые они сформировали в результате своей деятельности. И будут гасить за счет более эффективной работы этих предприятий. ДВК здесь ни при чем. ДВК здесь ни при чем. ДВК здесь ни при чем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...